С десктоповыми процессорами Intel в конце 2000-х мы разобрались, сейчас будем делать то же самое с процессорами AMD. К моменту выхода архитектуры Intel Core AMD было довольно-таки тяжело перестроиться, потому что их преимущество над технологией Netburst Intel было очевидным, а новая технология Intel Core оставляла позади даже топовые процессоры K8. Поэтому AMD у нас поспешили и к 2007 году выпустили архитектуру K10. Интересно было то, что Intel у нас с вами, если помните, после Netburst откатилась назад, к своей технологии стала развивать ее, а у AMD K8 была вполне себе хорошей технологией, поэтому K10 была по сути немножко доработанной K8. Преимуществ по сравнению с предыдущей архитектурой было много. На одном кристалле стали располагать намного больше ядер, появился общий кэш третьего уровня. Вместо одного контроллера памяти на процессоре стало использоваться два контроллера памяти. Кроме того, каждый из контроллеров памяти получил свой буфер, что снизило задержки при обращении к памяти. Кроме того, AMD активно использовала шину HyperTransport, благодаря чему у них была очень высокая скорость обмена данными за счет высокой тактовой частоты этой шины. Давайте теперь об этой шине поговорим. Я напомню, у нас у Intel было решение Intel Quick Pass Interconnect QPI, или мы еще говорили, там был у них еще один вариант шины, это шина DMI. Так вот, это все было ответом на AMD шину HyperTransport. Она раньше называлась Lightning Data Transport шина. Это у нас двунаправленная, последовательно параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью. Интересно то, что HyperTransport разрабатывало сразу несколько компаний, был целый консорсум, во главе которого стоял у нас AMD. В первую очередь эту шину стали применять в основном в качестве заменной шины процессора, вместо той самой Front Side Bus, которая использовалась для этого. Например, как у нас сразу сказано на Википедии, к процессору Pentium напрямую нельзя подключать устройство с шиной PCI. Для этого как раз таки используются северные и южные мосты. Шина HyperTransport была призвана как бы заменить вот эти все различные шины, при помощи которых процессор связывался с мостами, мосты со своими шинами. И это была как бы универсальная простая шина, которая позволяла процессору напрямую общаться с устройствами, которые поддерживают эту шину HyperTransport. Кроме того, эта шина HyperTransport использовалась при построении многопроцессорных систем. То есть, когда у нас на плате было несколько процессоров AMD, тоже использовалась шина HyperTransport. HyperTransport. Когда я говорю о вот этой вот шине HyperTransport в технологии K10, это уже была третья версия, третий релиз этой шины. Соответственно, Intel-овские вот эти QMI и DMI, это был ответ на шину HyperTransport. Тоже были вполне себе неплохие шины. Далее, очень большой роль у нас стал играть энергосбережение. Энергосбережение повышало частоту процессора в некоторых случаях, уменьшало его тепловыделение, то есть оптимизация была сделана в сторону энергосбережения. У AMD было две технологии к моменту появления технологии K10, архитектуры K10. Это Cool & Quiet. Первая версия технологии Cool & Quiet появилась аж в 2003 году. Это усовершенствованная система питания, которая регулирует производительность процессора в зависимости от нагрузки. И так как производительность процессора регулируется, также регулируется потребление энергии и скорость вращения кулера. Поэтому технология называется Cool & Quiet. Прохладный и тихий, так сказать. Также у них была технология CoolCore, которая появилась в 2006 году. Эта технология позволяла отключать отдельные блоки процессора. Контроллер памяти и логика процессора находились в раздельной системе, поэтому можно было управлять напряжением и отключать их независимо друг от друга. Причем эта технология работала без каких-то поддержек со стороны материнских плат, биоса и так далее. Это автоматическая технология отключения некоторых блоков процессора. У Intel мы об этом в прошлый раз не говорили. Еще аж с 2002 года была технология SpeedStep, которую они тоже с каждым новым поколением процессоров совершенствовали. Там было несколько версий этого SpeedStep. SpeedStep это динамическое изменение частоты и напряжения питания при помощи программного обеспечения. То есть это такая технология, которая позволяла выбирать режим работы процессора, настраивая баланс между производительностью и экономичностью. И вот на тот момент, когда появились уже Core i процессоры, у них, по-моему, эта технология SpeedStep работала так, что было несколько уже готовых, заданных режимов работы процессора, между которыми можно было переключаться. Но это особенно интересно можно увидеть в современных процессорах, в современном UEFI, когда идем посмотрим. Значит, первые процессоры, которые у нас выпускались в рамках технологии K10, получили название Phenom. Это были первые Phenom, которые пришли на смену Athlon. Athlon в дальнейшем сохранился, мы о будем этом говорить в следующих видео. Phenom взял в себя все преимущества вот этой вот архитектуры K10, но он разрабатывался по устаревающему 65-нанометровому техпроцессу. Напомню, мы о техпроцессе говорили в буквальных первых видео по железу. Техпроцесс определяет многое. Это, условно говоря, толщина слоя наносимых транзисторов. То есть, чем тоньше техпроцесс, тем больше мы можем разместить, тем у нас компактней, тем у нас выше производительность процессоров, то есть плюсов огромное количество. И 65-нанометровый процесс был на тот момент уже устаревшим. Поэтому Phenom были так себе и очень сильно уступали Intel Core. К концу 2008 года архитектура K10 перешла на нано-процесс 45-нанометров и как бы стала называться теперь архитектурой K10.5. Изменился контроллер памяти, он стал работать с памятью DDR2 и DDR3. Очень сильно снизилось энергопотребление, опять же, те же самые технологии стали совершенствоваться. И с появлением этого Phenom 2 AMD смогло догнать Intel Core. Не то чтобы догнать, но снизить разрыв в производительности с Intel Core с появлением Phenom 2 стало возможно. Phenom 2 выпускались в следующих релизах. Это Phenom 2, задом-наперед, у меня здесь написано немножечко. X4, X3, X2, X6. Соответственно, 4-ядерный, 3-ядерный, 2-ядерный и 6-ядерный процессоры. 4-ядерные начали выпускать в январе 2009, 3-ядерные в феврале 2009, 2-ядерные в июне, а 6-ядерные в апреле 2010 года. И это реальная технология размещения ядер на кристаллах. Потому что у Intel на тот момент их 4-ядерные процессоры, но уже тоже стали появляться реальные, которые размещались на одном кристалле, но очень часто это было фактически объединение двух-двуядерных процессоров в рамках одного корпуса. То есть тут можно сказать то, что AMD научились очень много ядер размещать на одном кристалле. В этом они молодцы. Нужно отдельно отметить то, что выпускались у них издания всех этих процессоров еще с маркировкой Black или Black Edition. Это были как раз-таки процессоры Phenom, которые использовали оверклокеры. Это были процессоры с разблокированными множителями. Соответственно, они стоили немножечко подороже, но их можно было разгонять. Тем не менее, даже появление Phenom 2 не смогло дать AMD какое-то серьезное преимущество. Если говорить о сравнении двуядерных процессоров AMD и двуядерных процессоров Intel, Intel просто уничтожали AMD по всем параметрам во всех тестах. Если говорить о четыреядерных мощных процессорах, то AMD давала преимущество, небольшой выигрыш в производительности в каких-то специфических задачах, каких-нибудь трейдеринг трехмерного видео, управление какими-то сложными CAD-системами, но во всех остальных случаях проигрывало. Где существенно, где несущественно. В повседневных задачах, опять же, это четырехъядерные процессоры, Intel были намного сильнее, чем четырехъядерные процессоры AMD. Это все привело к тому, что у нас к середине 2009 года доля AMD на рынке вот этих вот наших десктоповых процессоров снизилась до 15%. Напомню, начинали они 2000-е, где-то ближе к 20-ти процентам, 25-ти, заканчивали они уже к 15-ти процентам рынка.